всем привет начинаю обзор участка по адресу казиновка 15 это заход с дороги вот дорога полтора километра от трассы где ходят автобусы это вот вход с дороги на наш участок участок дома располагается от дороги соседний дом видно то есть от дороги машин не слышно никого не слышно хорошо с той стороны находятся поля вот мы идем вглубь нашего участка деревня наш у нас казиновка небольшая это по моему на 45 домов 20 домов образно так точно не знаю находится с нашей стороны и 20 с другой стороны тоже заезд с другой стороны со стороны поля это вот наш лесок то есть у нас участок не для людей которые хотят заниматься большим объемом огородничество а больше наверное для отдыха такой спокойной жизни есть у нас места для огорода но их немного участок сорок соток большого участка еще как бы там соседний участок очень заброшенный то есть по факту там больше чем сорока соток ездить походить отдохнуть вот у нас козы тут пасутся ветки объели а так когда конечно они не объели тут очень красивый лесок там лесу мы еще шелки сжарим летом в жару хорошо бывает вот прошла с дороги где стояла до нашего участка но тут у нас по цену как бы сделано доски покупали домик собачки на сюда это подвал это подвал это подвал ну конечно надо маленько подремонтировать стену мы разобрали хотели это делать переделать но так как мы уже решили дом продавать еще год назад уже не стали ничего делать если кому-то надо то сделать домик каркасный 42 квадрата две комнаты кухонка ну еще как бы перед печкой комната домик конечно нуждается в ремонте мы тоже сильно ремонт не делали вторая комната ремонт конечно надо делать ну как так как мы купили а потом уже сразу решили могу сказать решили что будем продавать туалет сначала делали для животных вот это у нас сделали небольшую избушку для курей держали курей там гусей закрывали туалет и душ начали делать так образовалось что будем продавать душ не обили я думаю обить две стены как бы не сложно сделать туалет сделаны для курочек вот этот туалет цыпляток мы держали там он стоит только вот в ролерах держали дрова домик с других сторон домик нормальный неплохой теплым в общем то и зиму зажили красить уже не будем хотела покрасить но не будем так уже продавать будем не наценять вот тоже вот небольшую вот постройка или домик вполне там можно или летнюю кухню сделать или так помещение для отдыха или сарайчик или держать того то можно будет а белье собрали как всегда видео не запланированное вот тут был огородик но в этом году огородик у нас не получился потому что наши гуси его затоптали весной но повторно уже ничего не взошло так как или засуха была или поздно было уже не взошло ничего в общем трава и кабачки там растут идем дальше вот наш домик там вот уже где видно здание это погреб но это уже как бы не наш участок но он заброшенный думаю в ближайшие много лет он никому не пригодится погреб в общем то нормально если нужен будет можно занимать это вот наш огородик мы сейчас его уже огородили сеткой от гусей но тем не менее огорода не получилось в этом году земля скопана земля хорошая тут наши гуси живут в непогоду дожди были ветер был порвал и надо накрывать заново тут такие заброшенные вот наше здание домик наш тоже каркасный небольшой построили и как бы пристройка к нему идет веранда летняя большая колодец колодец хороший глубокий вода даже вот засуху всегда была при желании в общем то можно в дом завести хотели мы завести ну вот так сложилось что мы решили его все таки продавать вот это я вот иду опять по своему участку лесок с другой стороны немножко лес у нас для козочек думаете там для телочки ну я думаю держать так конечно не обязательно если нет желания просто сарайчики хорошие новые сарайчики в общем то в том году только построенные хорошие сарайчики колесок это как бы считается вот этот не наш участок конечно много веток перепилили шашлыки жарили на костер много еще осталось еще хватит надолго и на дрова и на костер тут очень много на дрова тут мы стаскивали старые ветки на дрова а там вот в этом лесочке как раз с другой стороны я зашла сидели мы жарили шашлыки отдыхали летом очень хорошо когда жарко ты сидишь под деревьями деревья кстати вот это яблоня там вот около елки тоже яблоня где-то груши тоже есть еще там подальше есть летние летние яблоки тоже есть около дома а тут мы уже выходим огородицу картошку мы сажали в том году и дыни и арбузы тут очень хорошие место как бы солнечное поэтому и дыни и арбузы хорошие были в этом году дыни и арбузы не сажали рассаду вообще не сажала я так как мы планировали переехать еще весной дожили до осени уже конечно не так красиво как летом немножко опоздала я снимаю тут кабачки тоже росли деревья уже опала вот наши бедокуры идут которые весь огород нам потрутили помидоры хорошие помидоры растут мы уже собрали но чуть-чуть еще помидоров растет а это вот как бы тоже поле поле там вот наша телочка стоит а там уже дорога и получается я выхожу маленькую сторону от того места где заходила такой вот большой участок соседи есть соседи вот с той стороны то есть вот это вот заброшенный участок с этой стороны получается а дальше там соседи это вот их не там дрова лежат это вот на этой паспорт я пойду до дороги в общем-то как поместье очень участок тем кто любит природа очень хороший участок вот дорога я заходила вон там с той стороны тихо нельзя нельзя моя девочка вот такой вот участок в общем то тут тоже можно при желании распахать там вот где гусь там вот наш огород при желании если надо земля вот пожалуйста можно тут распахать да моя девочка козы и мама с козы хочешь участок продавать козы нельзя так молоденькая их только наша водокурка веселенькая так что вот газ там рядом с домом проходит газа у нас нету мы не проводили я узнавала хотя были планы подключать газовщики подключала дом узнавала они где-то вообще без проблем тут у вас труба проходит около дома разрешение получить без проблем можно газ в дом провести у нас наверно все таки был как дачный вариант хотя зима мы здесь жили все с ребятишками но больше как дачный вариант так как мы уже планировали переезжать так вот захотелось уже в общем то ничего не делали но зато продаем практически за ту же цену за которые купили хотя уже прошло четыре года и все подорожало вот таких участков таких свободных не так много для тех кто хочет видеть на природе иметь такое вот небольшое свое имение то участок очень хороший мы просто переезжаем больше в другую область а для Орловской области мне кажется хороший участок в школу детей возят от трассы вот полтора километра полтора километра надо пройти или на своей машине но мы детей возили на своей машине в школу иногда конечно ходили им наоборот нравилось ходить для дачи вообще идеальный вариант вот так вот приехать отдохнуть в доме печка дровами топили но дров много тут он вырубать и вырубать везде можно в старые деревья вокруг кругом нам много лет хватит топиться там вот вот эта вот избушка мы ее маленько разбирали на дрова ну то есть по мере надобности немножко разбирали а так ну пуст стоит зачем нам столько много дров участок отличный мне очень нравится очень нравился когда я его нашла и жить здесь нравилось хорошо спокойно если как дача вообще идеальный вариант летом все деревья покрываются листьями это вот клен очень красивый под ним тоже чашлыки жарили сидели вот это вот все вокруг вот так вот все вокруг зеленое и ты сидишь как в своем умении очень классно оценят конечно только любители природы мы никого не держали мы вот последний год наверное только завели а так мы просто на птероде жили а держать уже стало последний год я думаю вообще это не обязательно конечно ну даже если кто-то живет в городе как для дачки курочек завести милое дело приехал два раза в неделю покормил яички собрал насладился природой домик если покрасить он будет красивый но уже наверное сейчас уже не будем конечно красить чтобы не удорожать стоимость и не прибавлять красоты уже не будем красить 300 тысяч мы же сюда вложили конечно намного больше во всякие постройки и все и отопление водяное в доме и от печки от дров ну по всему дому как бы водяное отопление сделали то есть печка топится и трубы нагреваются ну все если кому-то понравилось то будем рады